итак всех приветствую на своем канале сегодня у нас видео будет вот такая вот распаковочка ножа викторинокс я уже знаю что на этот нож делал полно обзоров делано в интернете но все же было интересно мне посмотреть серию 111 потому что рейнджер грипп у меня есть с одноруким открыванием и я уже думал покупать себе сентинел который с клипс и но по цене на вал берез магазинчики нашел вот такой вот прекрасный ножичек примерно по цене того же сентинеля ну как правильно с у меня с произношением так себе forester примерно по такой же цене он шел и функции у него гораздо больше то есть это такой многопредметный на него есть полно обзоров ну и такое сделаю распаковочку и небольшое сравнение просто без всяких тестов с теми ножами швейцарскими которые у меня есть ну и поехали итак быстро напомню может кто не знает а кто и знает все равно по тем заявленным функциям которые есть у нас в этом ножичке это у нас фиксирующие лезвие лезвие с одним одноруким открыванием она фиксируется лайнер локом штопор консервный нож с малой отверткой фиксирующая открывалка кстати открывалка у него тоже фиксируется также она же фиксирующая открывалка для бутылок с консервным нож малой отверткой инструмента для снятия и изоляции это тоже идет здесь же шило кернер кольцо для ключей пила по дереву вот 10 назвал его функциональный многофункциональных вот этих вот приблуд которые в нем есть ну и принципе очень интересно что конечно это не тот же сентринелл но единственно у него у того ножа есть клипса здесь клипсы нет поэтому для ношения в рюкзаке но в принципе попробую его поносить и на кармане в принципе для выездов на бушкрафт тоже очень интересный нож тоже пила будет там в радость то есть не батонить а пилить ну и давайте посмотрим у меня на канале кстати есть сравнение рейнджер гриппа с у нас 130 миллиметров с вот с таким вот альпинером там я делал и тесты и заходите очень интересно ну и давайте немножечко попробуем сравнить хотелось бы два слова сказать о рукояти рукоять пухлая потому что здесь естественно много функций в нем и будет удобно строгать очень хорошо сделано что вот здесь вот есть небольшая такая ну скажем так похожие на дульку отверстие все вот фиксируется то есть на лайнере лайнеру викториноксов идет с другой стороны как мы уже знаем принципе одна рука открывания довольно таки легко делается складывать одной рукой не так уж легко но в принципе тоже возможно самое интересное что и здесь вот отвертка идет тоже на фиксаторе скажем так тоже на лайнер локи итак давайте быстро взвесим нож он у нас такая чисто форму формальная процедура 128 71 но 129 грамм и быстренько проверим заточку из коробки но режет отлично они за счет своего тонкого сведения и тонкой геометрии клина они будут резать даже и когда тупые и так еще хочу сказать вот такая вот такое вот точное название модели 0 8361 м с форестер м потому что насколько я понял ну может быть на такие викторинокса меня поправит есть тоже модель форестера но вот такого вот плана то есть вот с таким клином возможно я ошибаюсь но по моему так и есть ну и так основным сравнением это будет клина рейнджер гриппа от 130 миллиметров а открывания и форестер а ну и так вот открывается он вот так одной рукой закрывать одной рукой здесь сложнее то есть но это тоже возможно то есть вот так отгибаем и закрываем здесь же открывание тоже одной рукой но немножко вот это вот не цепкая такое у нас отверстие но закрывать одной рукой здесь гораздо легче вот этим они отличаются но и по клиниям скажем так в принципе здесь 100 здесь 90 миллиметров ну и здесь тоже по моему в районе этого но он чуть подлиннее хотя где-то в каком-то ролике я смотрел что вот несмотря на то что он такой вот длинный ренджи гриб клин вот за счет этой не проточки у них примерно режущая кромка ну там по коэффициентам считалось примерно одинаковая ну и поехали дальше с альпинаром вот 111 вот так вот выглядит дальше у меня есть райк л.д. тоже многопредметный вот так вот клин выглядит потом с хикером но это у нас 91 из серии 91 миллиметр напомни это не 91 не длина клина а вот эта длина ножа вот так спартан но то же самое в принципе что и хикер и у нас лазерман ребар вот так вот тоже сравним и самый маленький у меня вот такой вот есть венгер так для сравнения то есть какой инструмент почти во всех моих ножах это штопор вот ну и давайте сравним штопор принципе швейцарский стандарт и штопор вот уранжер гриппа вот так и вот у нас принципе одинаковый но мне кажется чуть повыше хотя принципе это должен быть стандарт и по виткам и по этим вот такой у нас штопор на райке л.д. 42 модель к принципе тоже очень похожи но мне кажется на да он выше здесь на форестере чуть повыше но на 91 миллиметр у нас серия спартан принципе то же самое может быть чуть пониже может быть мне кажется и кто специалист по швейцарским ножам подскажите различаются ли они вот здесь вот вообще 111 серия она прям мне кажется один в один да прям очень очень похоже но может немножко побольше так сравним открывашки открывашки принципе стандартные виксовские у нас в раке открывашки нету в рейнджер гриппе тоже такая моделька нету в альпинари нету но и интересно будет наверное вот с лезерманом сравнить открывашка вот такая вот виксовская и она вот немножко другого скажем так исполнение в этих это виксовские одинаковые открывашки принципе серии 91 и это один в один идут вот такие вот от такая открывашки ну и так давайте сравним отвертки вот которых ножах есть у рейнджер гриппа такая еще раз повторюсь моделька нет альпинара тоже их отложим и вот открывашка с л.д. райк л.д. 42 тут открывашка снять изоляции немножко она отличается фотка но открывашка в то же время она и отвертка плоская вот такой таким макаром она сделана принципе стандартная виксовская вот у лазермана есть много отверток ну вот сравню вот с этой тонкая снятие изоляции тут в другом вообще инструменте вот вот виксовская 91 чуть-чуть она мне кажется пошире вода визуально видно это что она шире и немножко видите какой формы здесь вот такой вот изгиб идет здесь изгиба нету по снятию изоляции принципе очень похоже но она как видите меньше вот тот же спартан всеми известный ну и самое главное чё что отличает вот от этих всех даже вот это л.д. 91 серии но не отличает от ребар он тоже это открывашка фиксируется здесь тоже фиксируется здесь нигде она не фиксируется это большой плюс так же вот у нас рай лайнер лог вот вот такой вот отличное решение по еще одним инструментов которые есть у нашего форестера давайте сравним это будет шило вот сравниваем с райком л.д. 42 да но больше здесь отверстие здесь отверстие нет вот на 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 столичка но единственно конечно у райка но так открывать сначала надо вытащить ножницы потом это но это уже отдельная история так у нас в эзер мани вот такой вот шило тоже идет но тоже у нас с отверстием и она ну чуть больше в серии 91 вот если смотреть по моему они идентичны даже честно говоря у 91 мне кажется что она как бы нет она не больше это явно конечно вот вот так вот вровень ставим но она примерно одинаково но здесь есть отверстие а здесь отверстие отсутствует также и у спартана это одна и та же линейка вот так вот визуально как будто одинаково идет но здесь почему-то нету отверстия вот такой вот у нас шило еще такая у нас функция это колечки давайте сравним практически на всех ножах они есть и мультитулах то есть вот у викса выполнена она вот так если у нас смотреть на неудобно показывать еще я поранился тут вот на райк вот такой вот формата она у нас туда уходит то есть выдвигается здесь вот это исполнено так на лазер мани вообще гигантское гигантское такое кольцо сравнению с виксом она в диаметре примерно одинаково вот можно смотреть но так вот сделано тоже естественно выдвигается так альпинар сто одиннадцатой серии принципе должно быть практически одинаково вот и прошу прощения неудобно да у нас она идентично идентично по диаметру вот это видно так на range гриппе она практически такой же мне кажется чуть-чуть но поболее хотя может быть я и ошибаюсь вот ну вот сходится до одинаково и на 91 серии 91 это у нас хитер спартан то же самое принципе один в один вот да да одинаковое кольцо ну и на венгере у нас он малявка естественно но вот такой вот маленькая здесь что такая приблуда к нему шла вот такое вот колечко еще что касается сравнением одним считаю из недостатков это то что в этом ноже нету пинцетика и зубочистки вот венгере есть в райке кстати нет зубочистки но есть полноценный пинцет большой во всех остальных естественно даже вот в рейнджер гриппе есть в 111 альпинар есть только они выполнены по-разному ну вот здесь вот так вот стоят здесь вот так 91 естественно есть спартан тоже есть 91 серии здесь зубочисток к сожалению нет вот это вот наверное единственный недостаток этого ножа давайте еще сравним пилы 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 вот с райковской пилой сравниваем ну примерно она одинакова форма зубцов у нее вот такая вот вот викториновка славская отличная пила пользовался я на хитере но по длине вот примерно она одинакова здесь еще так удобно сделан такой выемка здесь на райке она более такая вот ну прямая что ли здесь прям удобно это будет делать дальше вот насколько больше она и 91 серии прям намного по зубцам примерно непримерно то же самое злющая викторина в виксовская пила да если смотреть конечно по длине пилы она гораздо больше вот 91 ну и у нас у лезермана вот такая вот совсем другая пила принципе тоже я ее если честно из всех этих пользовался только вот у хикера немножко мы пришлось попилить фанеру в гараже когда утеплял из этих пока не пользовался но вещь полезная тем более по длине вот больше чем у лезермана и немножко другой формы по зубцам вот тоже здесь такой принципе вот они широкие тоже двухрядные я имею ввиду по зубцам два ряда и здесь тоже два ряда и кстати и здесь вот такого плана на лдшки райковской вот такая пила отлично сделано интересно вот под выемку будет очень удобно пап ну и так давайте подведем не вывод быстренький по этому ножу нож отличные функции много принципе сделано удобно нож отличные за свою цену вообще считаешь если вы хотите что-то подарить там на в плане ножа то это будет швейцарец лучший самый оптимальный выбор потому что во первых это прочность это доступность и удобство отличный выбор отличная линейка вот этого форестера можно взять и в поход принципе пила суперская вот все это все у нас есть ну и на этом заканчиваю свое такой небольшой обзорчик сравнение получилось она не маленьким до новых встреч на канале всего самого хорошего пока